Всем привет! В эфире «Универ Ньюз» студии Валерия Муратова. Итак, смотрите сегодня. Встреча ректора КФУ с президентом Гисенского университета. Собрание акционеров Татнефтехиминвестхолдинга. Как сохранить объекты культурного наследия. Делегация Гисенского университета имени Юстуса Лебеха находится в КФУ в рамках празднования 30-летия сотрудничества между вузами. 23 мая состоялась встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафурова с президентом Гисенского университета Джойбрата Мукачи. Подробности в следующем сюжете. Насыщенная деловая и научная программа мероприятий, посвященных 30-летию сотрудничества Казанского университета с Гисенским университетом имени Юстуса Лебеха, продолжилась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с президентом Гисенского университета Джойбрата Мукачи. Стороны обсудили стратегию дальнейшего взаимодействия. Оба университета обладают полным спектром компетенций, способны к решению глобальных общественных вызовов. В результате подготовки к нашей с вами встречи, уважаемый господин президент Мукачи и работы наших коллег с вами, появились предложения институтов нашего федерального университета по сотрудничеству с Гисенским университетом. Ректор КФУ Ильшат Гафуров также предложил объединить усилия для участия в национальных программах и международных грантах, упомянув возможности университетской клиники КФУ. В ходе встречи было принято решение о создании рабочих групп по отдельным направлениям исследований. Подписанное соглашение предполагает реализацию проектов в области биоэкономики, здравоохранения, проблем климата, окружающей среды и развития общества. Валерия Муратова, Ленардо Валитьяров, Универньюз. В Казани прошло годовое общее собрание акционеров Татнефтехиминвестхолдинга. В нем приняли участие представители Казанского федерального университета. На собрании они представили свои разработки лекарственных средств. Подробнее мы расскажем в следующем сюжете. В Доме правительства Республики Татарстан состоялось собрание акционеров Татнефтехиминвестхолдинга. В мероприятии приняли участие ректор Казанского федерального университета Эльшат Гафуров и проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. Мероприятие прошло под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. На нем с докладом выступил директор научно-образовательного центра фармацевтики Казанского федерального университета Юрий Штырлин. Он рассказал о разработке лекарственных средств КФУ-01 и КФУ-02. Согласно выступлению докладчика, КФУ-01 представляет из себя противовоспалительный препарат. Существенно повышенная активность при лечении хронических воспалений и повышенная обезболивающая активность являются преимуществами над аналогичными препаратами. КФУ-02 усиливает эффективность и безопасность противоопухолевых лекарственных средств. Так, например, комбинация дексорубицина и КФУ-02 практически останавливает рост агрессивной лекарственно-устойчивой опухоли. Артем Тупичкин, Универ-Ньюс. 24 мая в Бальном зале Корстена в рамках фестиваля «Архитектурное наследие» состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам сохранения объектов культурного наследия. Мероприятие запланировано с участием Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Подробнее в сюжете Алсу Сатаровой. В Казани открылась Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам сохранения объектов культурного наследия, приуроченная к столетию с момента образования Органа охраны памятников Республики Татарстан. В работе конференции приняли участие президент Российского национального комитета Международных советов по сохранению памятников и достопримечательных мест Александр Кудрявцев и комитета Греции Афанасиас Накасис. Мероприятие посетил и главный научный сотрудник Института международных отношений КФУ Рафаэль Валеев. Здесь участвует много других специалистов. В частности, я сейчас работаю с греческим комитетом, национальным комитетом ИКОМОС. Они вчера были на встрече со студентами Казанского федерального университета. Приехали из Франции, из Италии, из ряда других стран. То есть тех стран, где тема культурного наследия занимает также важное место. И то, что в России, в Казани в данном случае проводится фестиваль, это показывает, что государство заинтересовалось. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся опыта субъектов Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия. Помимо архитекторов и реставраторов, в деловой программе форума приняли участие и археологи, благодаря которым были достигнуты результаты сохранения памятников архитектурного наследия Республики Татарстан. Удалось все-таки повернуть и активнее заниматься конкретными делами. Большие результаты. Татарстан включил три объекта. Это Казанский Кремль, Болгар, Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор и монастырь Острого Града в этот список. Обучение аспирантов в высших учебных заведениях изменится. Главным критерием в оценке аспирантов станет уровень научной работы. Более подробно в сюжете Лилии Талиповой. По окончанию учебы все меньше аспирантов выбирает работу в научно-исследовательских институтах. Это связано с тем, что государственные вузы в последние годы все больше направлены на освоение образовательной программы аспирантуры, а не на научную деятельность и подготовку кандидатских диссертаций. В связи с этим и возникла необходимость видоизменения программ аспирантуры, которая улучшит профессиональные навыки сотрудников вузов. Раньше процент защищаемости аспирантами диссертаций был намного выше, чем сейчас. Это статистика не только по нашему университету, это статистика по всей России. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подготовило проект документа, который изменит систему оценки учащейся аспирантуры, сделав главным критерием уровень научной работы аспирантов и ее результативности, а не освоение ими образовательной программы. Может, действительно, будет процесс защищаемости увеличен, а также для этого, мне кажется, нужно обязательно стимулирование и аспирантов, и научных руководителей, для того, чтобы защищались аспиранты. Проект постановления об изменении программы аспирантуры находится сейчас на стадии разработки. Он должен быть подготовлен к началу 2020 года. Как мне кажется, каждый, кто приходит к аспирантуру, все равно ставит собой первоначальную цель заниматься наукой и написать свою диссертационную работу, защитить ее. И поэтому, я думаю, что данное решение, оно будет большой мотивацией и научных деятелей, научных работ и каких-то открытий все-таки станет больше, потому что перед каждым аспирантом откроются еще другие цели и будет большой стимул развивать свою деятельность. В настоящее время по законодательству об образовании обязательная защита диссертации по соисканию ученой степени по окончанию аспирантуры не предусмотрена. Лилия Талипова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. В эти дни по всей стране выпускники 11-х классов радуются и грустят одновременно. Для них звенят последние звонки. Последний звонок подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. 24 мая такой звонок прозвенел и в лицее имени Лобачевского Казанского федерального университета. О том, как это было, наш следующий сюжет. Этот волнительный день ученики 11-х классов лицея имени Лобачевского встретили в Большом зале Униксах, где их поздравили не столько с окончанием школы, сколько с началом большого жизненного пути. В программе праздника были песни, танцы и поздравления, но началось все, конечно же, со школьного вальса. После него поздравительное слово взял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Прежде всего хочу поблагодарить всех вас за то, что вы своим упорным трудом, ежедневным трудом сделали все возможное, чтобы наш лицей вот уже второй год подряд признается одним из лучших лицеев Российской Федерации. Своё выступление ректор закончил традиционно, бросив в зал букет на счастье поймавшему его выпускнику. Кроме ректора, поздравить выпускников на сцену вышли директора институтов Казанского университета. От коллектива директоров, которые все хорошо понимают, что такое наука, и я думаю, что большинство из вас, выпускников, тоже хотят заниматься наукой, поэтому вам, дай бог вам, всю жизнь жить в кайфе от науки. Удачи вам! Однако не одними одиннадцатиклассниками и их родственниками был полон в этот день зал. Поздравить своих друзей и подруг пришли по старой традиции ученики девятых и десятых классов лицея. Некоторые из них даже сказали выпускникам теплые слова с большой сцены уникса. Друзья одиннадцатиклассники, хочется пожелать вам успешной сдачи предстоящих экзаменов и дальнейших удач на разных поприщах. Помните, вы все знаете, все умеете. Вам нужно лишь немножко внимательности, немножко везения и хорошее настроение. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok